Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги! Наш доклад посвящен изучению отдалённых результатов криогенного лечения больных с рецидивами эпителиальных злокачественных новообразований кожи головы. Актуальность данной проблемы обусловлена целым рядом факторов, в первую очередь высокой и возрастающей заболеваемостью. Так, в нашей стране за последние 10 лет отмечен рост заболеваемости злокачественными немеланомными опухолями кожи более чем на 31%. В основном это базально-клеточный и плоскоклеточный рак кожи. Среди заболевших мужчин было 36,6%, женщин 63,4% и средний возраст больных составил 69,7 лет. Наиболее часто новообразование локализуется в области головы и лица. Более 80% новообразований поражают так называемую масочную или среднюю аж-зону лица, включающую область носа, губ, ушной раковины, глаза, скуловой и частично височной области. И именно эта область характеризуется наиболее высоким риском возникновения рецидива после различных методов удаления рака кожи. Согласно современным международным клиническим рекомендациям, рецидивные формы базально-клеточного рака кожи следует удалять хирургическим методом, и только при невозможности хирургического удаления применяется лучевая терапия. Это же положение касается и рецидивов плоскоклеточного рака кожи, когда также рекомендовано хирургическое удаление опухоли с исследованием краев резекции. Однако бывают ситуации, когда в силу расположения опухоли общего состояния пациента не всегда можно выполнить операцию или выполнение хирургического вмешательства сопряжено с возникновением больших обширных дефектов, нарушением естественно-анатомического рельефа лица, что имеет большое значение. Поэтому поиск методов лечения данных больных актуален. Мы провели исследование частоты применения различных методов лечения у больных с рецидивами рака кожи головы, которые поступили в клинику опухолей головы и шеи. Данные виды лечения применялись в различных других лечебных учреждениях, и, как представлено на слайде, и при лечении первичной опухоли, и при лечении возникших рецидивов чаще применялись нехирургические методы лечения. Хирургическое удаление опухоли было выполнено только у 26% больных при первичных новообразованиях, и даже при первом рецидиве этот показатель составил 26,9%. При втором рецидиве хирургия использовалась у 42% больных. Одним из методов лечения была криодеструкция. Все преимущества метода криогенного известны. Это высокие показатели стойкого излечения, хорошие функциональные результаты, небольшое число осложнений и хорошая переносимость даже лицами пожилого преклонного возраста, сопутствующими заболеваниями, отсутствие необходимости в общем обезболивания, экономическая эффективность и ряд других положительных свойств, уникальных свойств регенерации тканей после криодеструкции. Однако при лечении рецидивов рака кожи в клинических рекомендациях данный метод не прописан. Поэтому нашей задачей было изучение возможностей данного вида лечения. Мы провели анализ отдаленных результатов криодеструкции у 44 пациентов с рецидивами базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи головы. Локализация новообразований представлена на слайде. В основном это были пациенты с базально-клеточным раком кожи 42, и только у двух больных были рецидивы плоскоклеточного рака кожи. Наиболее часто поражались так называемые сложные области лица с индивидуальным анатомическим рельефом, когда необходимо особо полное восстановление форм и функций тканей. Для проведения криогенного лечения применяли различные отечественные криогенные аппараты в качестве хладоагента «Жидкий азот». Это портативные стационарные криоаппараты с различными наборами криоаппликаторов, что позволяло индивидуально выбирать форму и размер наконечника в зависимости от характеристик опухоли. Для выполнения криодеструкции применялись методики, разработанные в онкологическом научном центре, которые включают одномоментную прогнозируемую радикальную криодеструкцию опухоли путём управляемого локального охлаждения с формированием зоны криогенного некроза в пределах здоровых тканей. Здесь вот на слайде показано, что перед лечением мы всегда отмечаем границы опухоли, поскольку после даже первого сеанса замораживания возникнет отёк, что будет маскировать истинные границы, а таких сеансов мы выполняем минимум три – сеанс замораживания, оттаивания. Применение разработанных методик позволяло достигать отличных эстетических функциональных результатов, добиваясь полной регрессии рецидивных новообразований. При оценке отдалённых результатов установлено, что частота возникновения рецидивов зависела от размеров опухоли. Так, при новообразованиях размерами до 1 см рецидивов мы не наблюдали. Однако при увеличении размеров опухоли более 3 см частота рецидивов возрастала. Но при этом следует отметить, что все рецидивные опухоли были удалены хирургическим методом, и летальности в данной группе больных не было. При распространённых инфильтративных формах рецидивов рака кожи метод криодеструкции не показан, и мы применяли метод криолучевого воздействия, который был разработан в онкологическом центре, и был применён нами у 26 больных, 22 пациента базально-клеточный рак и 4 пациента с рецидивами плоскоклеточного рака кожи. Показаниями к применению данного вида лечения служили рецидивные опухоли с инфильтративным ростом, нечёткими границами и распространение новообразований за пределы кожи. Методика лечения включала локальное охлаждение опухоли по разработанной методике, который проходит безболезненно, не вызывает осложнений, хорошо переносится даже лицами с опутствующими заболеваниями и может выполняться амбулаторно. Непосредственно после охлаждения опухоли проводили лучевое воздействие разовой дозой 2-2,5 грея 5 дней в неделю до суммарной радикальной дозы 60-70 грея. В процессе криолучевого лечения происходит максимальное сохранение местных тканей из индивидуального анатомического рельефа форм и функций органов лица с достижением полной регрессии опухоли. При этом отмечается максимальное сохранение тканей, что имеет особое значение у лиц молодого возраста для полноценной реабилитации пациентов после лечения. Удается сохранять формы и функции важных органов, в частности носа, переорбитальной области. У лиц пожилого возраста также удается проводить лечение с полной регрессией опухоли и сохранением ткани лица без выполнения травматичных операций. И со временем рубцы после криолучевого лечения становятся практически незаметными. Также пациентка распространенная рецидива, рецидив плоскоклеточного рака кожи-щеки и полной регрессии опухоли после лечения дальнейшее наблюдение без рецидива заболевания. При оценке отдаленных результатов лечения, а все больные были прослежены в сроке от 2 до 14 лет, с медианой наблюдения 6 лет, от сопутствующих заболеваний умерли 8 больных, не связанных с онкологией. Таким образом, в данной группе больных летальности от рака кожи также не было. Удалось достичь полной регрессии новообразований более чем у 90% больных. При возникших рецидивах в двух случаях они были удалены хирургическим методом. Мы провели сравнение результатов хирургического и криолучевого методов в сопоставимых группах больных. То есть, это пациенты с местно распространенными рецидивами рака кожи, которые сравнимы по распространенности и морфологическому строению. В группе криолучевого лечения было 18 пациентов, в группе хирургического лечения 10 пациентов. И при длительных сроках наблюдения частота рецидивов после хирургического удаления составила 30%, а после криолучевого лечения рецидивы возникли у 11% больных с отличными эстетическими функциональными результатами. Таким образом, криодеструкция является эффективным методом лечения при рецидивах базально-клеточного рака кожи с чёткими границами, которые не распространяются за пределы кожи. Результаты криогенного лечения зависят от размеров морфологического строения опухоли, а после криодеструкции новообразования размером менее 1 см во всех случаях достигнута полной стойкой регрессии, а при размерах рецидивной опухоли более 3 см и рецидивах плоскоклеточного рака кожи метод криодеструкции мы не можем рекомендовать в связи с большой частотой возникших рецидивов, хотя они были все успешно удалены. Применение по показаниям криолучевого метода позволило повысить эффективность лечения больных с местно распространёнными рецидивами плоскоклеточного рака кожи головы. Благодарю за внимание. Пожалуйста, вопросы к Илье Николаевичу. Я не знаю, что с вами были результаты лечения близкофокусной рентген-терапии криодеструкции, потому что я радиолог, пришла послушать именно эту лекцию, что в своей практике я наблюдала рецидивы после криодеструкции на порядок больше, чем после близкофокусной рентген-терапии в адекватном, конечно, режиме. Есть ли такие сравнения у вас? Спасибо за вопрос. Дело в том, что метод криодеструкции является высокотехнологичным видом лечения. Он требует обязательного соблюдения разработанных научно обоснованных методик и показаний к данному виду лечения. Мы в своём докладе акцентировали внимание на именно рецидивных формах новообразований и исследовали возможность криогенных технологий именно при рецидивах рака кожи, которые, как мы видели, не прописаны пока в международных рекомендациях. Это было нашей задачей. А касательно близкофокусной терапии, она применяется в основном при первичных формах новообразований. Поэтому в данный анализ это не входило. Хотя такие данные, безусловно, есть в литературе, конечно. Пожалуйста, ещё вопросы. Илья Николаевич, позвольте. Илья Николаевич, можно? Да. Илья Николаевич, во-первых, большое спасибо за доклад. Но, естественно, у Вашего учреждения самый большой опыт, особенно в таком отделении, для тех пациентов, где рецидив, там, где уже мало кто берётся. В принципе, это уже обречённые люди, бедные и несчастные. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что в каждый Ваш слайд, практически с первого до последнего, по разработанной в Вашем учреждении методики. Есть прибор, были апробации, прибор прошёл сенсифрикация, всё уже было прописано. Как, что делать? Вот, используя данный прибор, какие новые технологии, новые протоколы Вы ввели, что вот это вот по нов, введёнными, по нов, проведёнными Вами, протоколом, всё это было проведено? Спасибо за вопрос. Метод криодеструбции злокачественных новообразований головы и шеи был разработан в клинике опухолей головы и шеи онкологического научного центра, начиная с 70-х годов прошлого века. Приоритет разработок это подтверждено получением государственной премии 1985 года коллективом авторов. И эти методики, они являются базовыми. Мы опираемся именно на эти методики лечения и применяем их в своей клинической практике. Несколько модифицирую, конечно, их, но они являются базовыми, поскольку они были основаны на многочисленных экспериментальных и инженерных исследованиях. Извините, пожалуйста, вопрос был не про это. Я могу рассказать историю Вашего центра, и сегодня уже прозвучало. Даже фотографии показывали Ваши сотрудники в центре опухоль крио, деструкция профессора Патчеса, уже фотография даже его была сегодня. Это даже я знаю, будучи абдоминальным хирургом. Вопрос был не про это. Вы имеете в виду патентование? Вот вы говорите, что вот это по разработанным Вашем центре методикам. Да. Был сертифицированный прибор, на котором Вы работали. Что нового Вы могли, что вот это вот, вот он заточен под данные вмешательства прибора, иначе его не выпустят. И вот Вы берете прибор, который уже работает, который уже сертифицирован в Советском Союзе, в России, в то время еще в Советском Союзе. И вот мы по разработанным в нашем центре методикам начинаем что-то новое творить. Какие новые методики, что нового Вы натворили? У меня такой вопрос. Методики мы применяли те, которые уже были разработаны. Стоп. У Вас в каждом слайде было по разработкам, в нашем центре методикам то, что впервые в мире и второй раз в Московской области. Это каждый второй слайд. Что нового было, что позволило Вам вот так поднять и углубить воздействие криодеструкции? Метод. Мы демонстрировали два вида лечения. Один метод криодеструкции, второй метод криолучевого лечения. Я не трогаю второй метод. Я без сочетания. Я первый метод. Первый метод был исследован применительно именно к рецидивным формам новообразования. И для того, чтобы выполнять это вмешательство, мы применяли те методики, которые были ранее разработаны в онкологическом центре. То есть Вы впервые взяли группу больных уже с рецидивами и на них уже обкатанные схемы стали применять? Опираясь на те методики, которые были ранее разработаны конечно. Спасибо. Пожалуйста, если есть еще вопросы, тогда вот о чем бы я хотел Вас спросить. Вот Ольга Игоревна выступала с докладом о лечении тех форм, при которых Вы считаете криодеструкцию непоказанной. Вы согласны будете выступить ее оппонентам через год? Безусловно, с удовольствием. Буду соглашаться. Ольга Игоревна, Вы получили уже одного оппонента. Пожалуйста, еще вопросы. Можно два слова сказать? Да, да. В качестве ремарки. Дело в том, что мы применяли методики, которые осуществлялись способами криоаппликации, криоорошения. Пенетрационный способ в данной ситуации мы не применяли. Поэтому всякие новые данные, безусловно, представляют большой научный интерес. Так что есть надежда в нее. Конечно. Хорошо, спасибо. 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 Продолжение следует...